ну что ж еще раз всем доброго утра доброго дня мы начинаем наш вебинар посвященный введению в народное финансирование введению в краудфандинг этот вебинар будет вводной частью нашей большой образовательной программы под названием первая всероссийская школа краудфандинга в рамках этой программы мы посетим четыре города где будут проведены двухдневные практически интенсивы для общественных активистов урбанистов социальных проектов социальных активистов и социальных предпринимателей это будут города такие как казань Екатеринбург Новосибирск и Калининград начнем Екатеринбурга затем будет Новосибирск следом Казань и потом Калининград расписание всех мероприятий вы Вы можете увидеть на странице школы краудфандинга school.planeta.ru и чуть ниже вы можете найти 4 ссылки на мероприятия в 4 городах в рамках первой всероссийской школы краудфандинга. Меня зовут Егор Ельчин, я куратор образовательного направления Планета Ру, собственно, куратор школы краудфандинга. И сегодня как раз-таки именно я расскажу все тонкости, нюансы краудфандинга как системы финансирования и продвижения проектов. Собственно, с этого мы в данный момент и начнем. Итак, что же такое краудфандинг? Почему на данный момент, уже почти 4 года как, этот инструмент становится все популярнее и популярнее у нас в стране и давно уже популярен за рубежом? Пользуется большим спросом и имеет большие положительные результаты. Давайте вообще разбираться, что это такое. Начнем с АЗОВ. Краудфандинг. Что же это такое? Сложное иностранное слово, состоящее из двух простых. Краудфандинг. Крауд – это толпа, большое количество людей, а фандинг – это финансирование. То есть, если переводить на русский язык, пытаться как-то уважить это в несколько слов, то получается что-то вроде народного финансирования. То есть, получение финансовых средств для реализации того или иного проекта от людей, которые в этом проекте, собственно, заинтересованы. И люди вкладываются финансово в данный проект не на безвозмездной основе. За тот или иной свой финансовый вклад люди получают от автора проекта тот или иной бонус. Еще раз повторю. Краудфандинг – это система народного финансирования различных проектов. От общественных, социальных до культурных, даже вплоть до благотворительных. Но сегодня мы концентрируем свое внимание именно на проектах общественной, направленности социальной, на изменения городской среды и социального предпринимательства. Итак, что такое краудфандинг? В целом мы сейчас обозначили. Почему же этот инструмент финансирования проектов на данный момент так популярен, так востребован и интересен среди большого количества людей, планирующих реализовать тот или иной свой проект? Самый первый и важный, неоспоримый плюс краудфандинга – это, собственно, финансирование, получение средств на реализацию проекта или на реализацию одного из этапов развития проекта. Так или иначе, любой проект, любое дело в один момент сталкивается с необходимостью дополнительных финансовых вливаний для того, чтобы перейти на новый уровень развития, для того, чтобы сделать очередной шаг и так далее и тому подобное. Поэтому финансирование является самым главным, неоспоримым и востребованным плюсом в рамках краудфандинга. Большое количество людей поддерживают проект и поддерживают, в первую очередь, финансово, тем самым обеспечивая бюджет реализации идеи автора проекта. Но зачастую бывает не только так, что большое количество людей поддерживают минимальными суммами. Бывает, что с помощью краудфандинга люди находят не только микроинвесторов, но и полноценных инвесторов или спонсоров, готовых вложить в развитие проекта большую весомую сумму для того, чтобы он получил дальнейшее развитие. Это первый, самый главный и неоспоримый плюс. Если есть первый, то, соответственно, найдется и второй. Второй плюс – это как раз-таки привлечение аудитории. Если первый плюс – это был как раз фандинг, то второй плюс – это крауд. Работая над своим краудфандинговым проектом, вы безоговорочно работаете с большим количеством аудитории. Вы рассказываете о своем проекте, вы его популяризируете и продвигаете. Соответственно, вы привлекаете внимание аудитории к своему проекту, к своему делу. Это могут быть люди, как уже и знакомые с вашим проектом, так и люди, которые услышат его впервые. И в том и в другом случае вы можете более подробно, детально и с большим проком рассказать о своем проекте. Потому что в рамках краудфандингового продвижения своей идеи и проекта, вы переходите на новый формат взаимоотношений с аудиторией. Я имею в виду именно финансовый. Привлекая внимание к своему проекту, вы не только можете заполучить финансовую поддержку, но и в принципе более широкий охват получите своей идеей. А также сможете найти и людей, которые будут так же, как и вы, заинтересованы в реализации и развитии вашего проекта. Можете найти новых членов своей команды, людей, которые готовы помочь, пусть не финансово, но посильно. Могут предложить свои услуги, могут стать волонтерами в рамках вашего проекта и так далее и тому подобное. То есть краудфандинг позволяет найти не только людей, готовых поддержать ваш проект финансово, но и помогает найти единомышленников, которые вместе с вами будут заинтересованы в создании и развитии вашего проекта. Ну и третий плюс, также немаловажный, это проверка вашей идеи и вас, как автора проекта, на прочность. Запуская краудфандинговую кампанию, вам предстоит много и продуктивно работать для того, чтобы люди узнавали о вашем проекте и поддерживали его финансово. И благодаря краудфандинговому проекту вы сможете понять и ощутить, насколько на данный момент ваш проект находится в идеальном или около идеальном состоянии и насколько вы, как главный двигатель вашего проекта, вашей идеи, готовы его защищать, отстаивать, продвигать и показывать и доказывать людям, что этот проект действительно сейчас важен, актуален и необходим в реализации. Ну это такая прям хорошая лакмусовая бумажка, которая покажет, насколько вы готовы к работе над своим проектом и насколько проект сейчас находится в том состоянии, в котором он интересен людям. Итак, это три основные плюса, которые, собственно, и двигают краудфандинг в массы, доказывают и показывают, что этот инструмент финансирования и продвижения проектов действительно важен и востребован и эффективен. Но лучше любых слов, естественно, скажут и покажут о популярности и эффективности краудфандинга цифры. Давайте их посмотрим. 387 с плюсом миллионов рублей собрано авторами проектов только на нашей площадке. За три с половиной, почти четыре года существования Планета.ру, как краудфандинговой платформы в России и СНГ. Вот такая сумма собрана. 380 с лишним миллионов рублей. И нужно сказать, что за 2015 год было собрано около 160 миллионов рублей. И это только за один год. То есть, понятно, растущая динамика и скорость востребованности и эффективности краудфандинга как инструмента финансирования проектов в России и СНГ. Динамика положительная. Люди все больше и больше и чаще прибегают к такой схеме финансирования и продвижения своих проектов. Люди все охотнее поддерживают проекты в рамках такого финансового взаимодействия с авторами проектов. В общем, это действительно перспективная и действенная система как для авторов проектов, так и для людей, готовых включиться в развитие и создание того или иного проекта. Ниже находятся сухие статистические данные о нашей площадке. Вы можете видеть количество посещений и количество зарегистрированных пользователей. Обращу внимание на количество проектов, которые за 3,5 года существования Планета.ру у нас были запущены. Это более 2,5 тысяч проектов. С каждым днем их количество увеличивается. На данный момент в запуске, в действии у нас на платформе находится около 500 проектов. То есть более 500 авторов на данный момент ищут финансовые средства для реализации своих проектов. Звучит все довольно-таки интересно, приятно и перспективно. Но не стоит думать, что краудфандинг это некая алхимическая инновационная машина, которая будет превращать все ваши желания, все ваши идеи в валюту. Тут же и автоматически нет. Не будет такого. Как только вы научитесь правильно выговорить слово краудфандинг, деньги не начнут появляться сами по себе. Это не так. Нужно сказать, что за всеми этими очевидными плюсами, которые я сейчас перечислил, кроется большая и масштабная работа, которую вам, как автору проекта, придется вести до запуска своей краудкомпании, во время ее длительности и по завершении, даже по успешному завершению вашей краудфандинговой компании, вам все равно придется еще изрядно поработать с своим проектом, с его продвижением и позиционированием перед аудиторией. Но эта работа того стоит, в первую очередь, в рамках финансовых влияний в ваш проект, во-вторых, привлечение и новый уровень взаимоотношений с вашей аудиторией, и третий момент – проверка себя на прочность, ваши идеи, ну и такая крепкая, хорошая закалка на будущее, которая поможет вам в дальнейшем работать, продолжать работать с вашим проектом. Ну что ж, теперь перейдем к основным правилам, базам касательно того, как правильно создать краудфандинговый проект. Давайте посмотрим вообще, из чего он состоит и как правильно оформлять те или иные комплектующие краудпроекта, на что стоит обратить внимание. Вот так выглядит практически любой краудфандинговый проект на практически любой краудфандинговой платформе. Пример, естественно, взят с нашей платформы, с Планета.ру. За пример я взял проект по закупке оборудования для добровольных лесных пожарных. Скоро весна, зона лесных пожаров не за горами, это большая проблема для центральной полосы России, поэтому проект был запущен год назад, был успешно реализован, потому что проблема действительно очень важная, проект социальный, направлен на решение таких вот природных неприятных катаклизмов. Итак, из чего же состоит краудфандинговый проект? Давайте разбираться. Первая часть – это видеообращение. Визитная карточка проекта, которая позволяет в комфортной форме для зрителей, в комфортной форме для человека, который зашел на страницу проекта, показать и рассказать, о чем этот проект, кто его создал и с какой целью он запустил краудфандинговую кампанию, для чего ему нужны средства и почему люди должны этот проект поддерживать. Следующий элемент краудфандингового проекта – это текстовое описание. Здесь вся та же информация, что в краткой доступной форме была представлена в видеообращении, может быть представлена более развернута, с дополнительными деталями, с дополнительными отсылками, гиперссылками, картинками, видеоматериалами. В общем, все то же самое, что было представлено в видеообращении, здесь может быть более подробно, развернуто, описано и рассказано. Кто создает этот проект, с какой целью, для чего нужны финансовые средства и почему люди должны этот проект поддерживать. Следующий элемент – это финансовая цель и период сбора. Здесь автор проекта указывает сумму, необходимую для того, чтобы его идея, его проект был реализован и за какой срок он планирует эти средства собрать. Нужно опять-таки упомянуть, что краудфандинг – это история не бесконечная, а история загнанная в определенные временные рамки, за которые автор проекта планирует собрать заявленную сумму. Четвертый элемент – это акции, бонусы, вознаграждения, лоты. Можно называть это как угодно, мы предпочитаем называть их акции. Суть у этого блока одна – это те самые вознаграждения, которые люди будут получать, поддерживая финансово данный проект или любой другой. То есть за каждую внесенную фиксированную сумму человек гарантированно получит тот или иной бонус, то или иное вознаграждение по успешному завершению этого проекта. Это все четыре видимых элемента проекта, но без пятого, который никак не отображается на экране, на странице проекта. Все эти четыре элемента упадут мертвым грузом на страницу краудфандинговой платформы и пролежит там абсолютно неэффективно и без дела. Если не будет пятого элемента, который остается за кадром, который ложится на плечи как раз автору проекта или команде проекта, это вот эта ракета, которая символизирует собой как раз-таки продвижение проекта в аудиторию. То есть то, чем будет заниматься команда проекта до старта самой краудфандинговой кампании, во время и даже после окончания. Это как раз тот тяжелый продолжительный труд, практически 24 часа, 7 дней в неделю придется автору проекта заниматься как раз-таки именно продвижением своего проекта, донесением информации о его запуске и востребованности в финансировании этого проекта до целевой аудитории. Давайте теперь разбираться с каждым элементом пошагово. Начнем с видеообращения. Давайте будем разбираться, как правильно подготовить хорошее, качественное видеообращение, на какие моменты нужно в обязательном порядке обратить свое внимание. Для начала нужно понять, для кого вы снимаете это видеообращение, кто ваша целевая аудитория, кому вы несете информацию о том, что ваш проект запущен и его нужно поддерживать. Как только у вас есть понимание, кто эти люди, сразу можно уже понимать, на каком языке к ним обращаться. Если вы уже точно знаете свою аудиторию, примерно понимаете комфортное составление сообщения, или вы уже имеете опыт общения со своей аудиторией, вы знаете тот стиль, тот формат, в котором им удобно получать от вас информацию, то именно в таком стиле, именно в таком формате и доносите информацию о запуске своей крауд-компании в рамках видеообращения. Подготовьте заранее текст видеообращения, который будет произноситься в кадре, если планируется игровой или постановочный момент, либо какая-то оригинальная операторская работа, в общем сценарий и текст видеообращения нужно подготовить заранее. Точно так же нужно подготовить и съемочную аппаратуру, тоже заблаговременно. На самом деле, на данный момент в HD или полу-HD качестве снимает практически уже даже любой смартфон, поэтому проблемы с поиском съемочной аппаратуры наверняка не возникнут. Плюс ко всему, я думаю, что либо у вас, либо у ваших друзей наверняка есть зеркальный фотоаппарат профессиональный, полу-профессиональный, который также снимает вполне себе удобоваримого качества видео, которое будет приятно смотреть глазу, по крайней мере не тяжело. Ну и позаботьтесь, пожалуйста, о качестве звука. Не стоит снимать у проезжей части, в шумных местах, а если есть необходимость съемки именно там, то позаботьтесь о петличке, либо о каком-то микрофоне, который позволит качественно снять звук, чтобы была слышна и разборчивая речь, чтобы ваше сообщение не потерялось. В общем шуме вы все-таки в формате видеообращения должны донести месседж. И это все нужно подготовить заранее, не нужно снимать ночью, в 3 часа ночи, в полутьме, на веб-камеру. Это будет неприятно глазу, будет очень плохо слышно. И не нужно снимать многосерийный телесериал или интернет-сериал о вашем проекте. 2,5 минуты более чем достаточно для того, чтобы рассказать о вашем проекте абсолютно все. Этого времени правда хватит для того, чтобы выдать всю необходимую информацию и смотивировать людей к поддержке вашего проекта. И это основной очень важный момент, который отличает видеообращение от любого другого промо-ролика, имиджевого ролика и так далее. В формате видеообращения обязательно должен присутствовать призыв к действию. А действие у нас по сути одно, если разбираться. Это финансирование проектов. Но не стоит зацикливаться только на нем, нужно его проговаривать. Давайте теперь перейдем к структуре видеообращения. Как в идеале должно строиться практически любое видеообращение. Естественно, могут быть исключения, могут быть свои оригинальные форматы. Но основная структура видеообращения примерно такова. Это структура сторителлинга. То есть структура интересной, грамотно рассказанной истории. Для начала нужно представиться. Кто-то, возможно, видит вас впервые. Кто-то уже видел, но не помнит, чем вы знаменитый, известный или где он мог вас встречать. А кто-то вас узнал. Но в любом случае необходимо представиться, рассказать о себе, чем вы занимаетесь. Какие проекты уже у вас были реализованы, если таковые имеются. Если вы не один работаете в проекте, то покажите свою команду. В общем, представьтесь. В следующий момент нужно рассказать о, собственно, проекте. О той проблеме, с которой вы столкнулись и которую вы хотите решить благодаря реализации своего проекта. Дальше вы, естественно, должны объяснить, как будет реализован проект. Какие функции он на себе несет. И что случится после того, как ваш проект будет реализован. Ну, далее нужно упомянуть о том, что проект будет реализован только при одном очевидном условии. Когда появятся финансовые средства для его реализации. И вот тут как раз и приходит момент для призыва к действию, к побуждению поддерживать проект. И здесь нужно абсолютно четко и ясно людям проговаривать тот момент, что они должны поддержать вас финансово. То есть не стесняйтесь прямых выражений. И говорите напрямую. Поддержите наш проект финансово. Для реализации нашей идеи нам необходима энная сумма денег. Если вы не можете поддержать нас финансово на данный момент, то поддержите информационно. Разместите информацию о нашем проекте в своих социальных сетях. Поделитесь с друзьями. Расскажите знакомым. А еще нам нужны и человека ресурсы. Если вы готовы приехать к нам и помочь в ремонте нашего помещения и так далее и тому подобное. Если вы замечательный водитель или вы умеете делать что-то руками, приезжайте и помогайте нам. Мы готовы принять любую посильную помощь. Если таковая действительно необходима. В общем, все свои нужды, в первую очередь финансовые, затем информационные и ресурсные, нужно озвучивать в ролике, чтобы у людей не оставалось вопросом, как они могут поддержать ваш проект. Поддержать проект можно по-разному. То есть поставить лайк, сказать дома, какие ребята молодцы после того, как посмотрели видеообращение. Нужно выдавать четкие и ясные инструкции людям, которые смотрят ваше видеообращение. Поддержите наш проект финансово, информационно или ресурсно. Это в первую очередь будет полезно вам, полезно вашему проекту. У людей не будет оставаться никаких вопросов по тому, как именно поддерживать ваш проект. Переходим ко второму элементу краудпроекта. Это текстовое описание. Суть его, как я уже говорил, абсолютно идентична видеообращению. Это то же самое представление себя, рассказ о своем проекте, о том, как вы планируете его реализовать и какие задачи он будет решать. Также упоминаем о том, что для реализации этого проекта необходимы финансовые средства. И тут как раз вам и нужна поддержка аудитории, заинтересованной в этом проекте. В общем, все то же самое. Но здесь можно уже углубляться в детали, рассказывать более подробно и детально о проекте, рассказывать, почему именно такая сумма средств вам нужна. Можно даже прикладывать небольшую смету для того, чтобы, опять-таки, людям было понятно, откуда взялась такая цифра, что она взялась не с потолка, что вы действительно посчитали, подготовили эту смету. Это, опять-таки, будет вызывать больше доверия у аудитории к вам, как к автору проекта и к самому проекту. Ну и, опять-таки, не забываем о призыве к действию. Также должен присутствовать и в текстовом описании, как и в видеообращении. Но, опять-таки, не нужно писать трехтомное сочинение о вас, о вашем проекте и о том, почему его нужно поддерживать. Не увлекайтесь эпистолярным жанром, поддерживайте интерес в рамках текстового описания. Каким образом? Добавляйте картинки, иллюстрации, инфографику, видео и фотоматериалы. В общем, все то, что позволит более подробно проиллюстрировать все вами вышесказанное и вышенаписанное. То есть, давайте еще раз посмотрим на структуру текстового описания, как и видеообращения. Видите, что есть пять пунктов, и каждый из этих пунктов можно обогащать как раз фото и видеоматериалами. Рассказали о себе, представились, прикрепили фотографию команды, прикрепили фотографию уже реализованных проектов, если таковые имеются, или видеоотчеты. Рассказываете о текущем проекте, о планах его развития, также прикладываете, возможно, какие-то проектные картинки и так далее и тому подобное. В общем, все то, что может дополнительно помочь проиллюстрировать ваш проект, нужно размещать в текстовом описании. Для того, чтобы человек, посмотревший видеообращение, заинтересовавшийся в вашем проекте, мог уже детально изучить в текстовом описании все тонкости, необходимые дополнительные детали, посвященные вашему проекту. Чтобы у него, опять-таки, не осталось дополнительных вопросов, сомнений по поводу того, нужно этот проект поддерживать или нет. Переходим к третьему, очень серьезному и важному элементу краудфандингового проекта. Это финансовая цель и сроки проекта. Мы рекомендуем на данный момент ставить сроки проекта от полутора до трех месяцев. На самом деле, проект среднего бюджета около 200-300 тысяч рублей вполне себе может собрать эту сумму за полтора-два месяца. На данный момент такие цифры уже не так сильно пугают русскоязычную аудиторию в рамках краудфандинговых проектов. Люди уже понимают, что этот механизм работает и, повторюсь, за два месяца вполне реально такую сумму собрать, опять-таки, при грамотной работе со своей аудиторией, при грамотной подготовке проекта и при грамотной подготовке его продвижения. Мы рекомендуем полтора-три месяца, повторюсь, еще и по той причине, что более продолжительный проект, то есть 4, 5, 6 месяцев, это либо проекты с очень внушительным бюджетом, перешагивающим, к примеру, миллион рублей. Но тут нужно еще сказать о том, что не забывайте, что проект, который будет длиться 4, 5, 6 и так далее месяцев, будет малоэффективен, если все это время вы не будете полноценно, плодотворно с ним работать, не будете заниматься его продвижением. А, опять-таки, как показывает наша практика и практика наших авторов, заниматься продвижением проекта более 3 месяцев становится довольно-таки тяжело. Тяжело как для автора проектов, потому что нужно постоянно придумывать новые информационные поводы, так и банально можно наскучить аудитории. В течение целого полугода вы постоянно только и говорите о своем крауд-проекте, о финансовой поддержке и так далее. Три месяца вполне достаточно для проверки своей аудитории на готовность работы в таком формате и проверки себя, и проверки идей, и для сбора средств. Три месяца вполне достаточный срок. Тем более, что Планета.ру – площадка довольно лояльная к авторам. Мы понимаем, что несмотря на то, что краудфандинг существует уже почти 4 года на территории РФ и СНГ, тем не менее, механизм новый, не все готовы быстро включаться в такую систему взаимоотношений с авторами проектов, да и авторы зачастую не сразу понимают, как правильно вести работу со своей аудиторией, как правильно заниматься продвижением проекта. Поэтому мы позволяем продлевать один раз проект на срок не больше изначального. То есть, если проект был изначально запущен на 2 месяца, и по завершении этих двух месяцев мы видим, что автор старается. Автор понял, как работать со своей аудиторией, но, к сожалению, за эти 2 месяца он не достиг заветной 100% отметки сборов. Мы позволяем такой проект продлить, но не больше, чем на 2 месяца. Если бы проект был запущен на 1 месяц, мы можем продлить его только на 1 месяц. Эти моменты все нужно учитывать, не стоит уповать опять-таки на продление, но тем не менее, информируем вас о том, что такая функция, такая возможность в рамках запуска проекта на Планета.ру имеется. Вы можете проект продлить один раз при учете того, что вы действительно над ним работали. Если вы первые 2 месяца из двух заявленных просто просидели и только по истечению срока вспомнили о том, что у вас проект запущен, вряд ли мы пойдем навстречу и будем продлевать такой проект. Если мы видим, что работа действительно ведется, просто автор не рассчитал сроки, мы пойдем навстречу и продлим проект на срок не больше изначально. По поводу суммы сбора. Первый проект для автора это всегда проверка на прочность, как я уже говорил, и себя, и своей идеей, и аудитории, которая у автора проекта имеется. Поэтому нужно действовать аккуратно, не испугать аудиторию большими цифрами, масштабными, сложными, многоуровневыми проектами и так далее. То есть первый крауд-проект это всегда прощупывание и проверка аудитории. Готовы ли люди, интересующиеся вами и вашим проектом, вступать в такой вариант финансовых взаимоотношений. Поэтому формулируйте название и цель проекта довольно четко, прозрачно, понятно и ставьте адекватную, вменяемую сумму сбора для проекта. Для того, чтобы люди понимали, на что пойдут средства и почему такая сумма. Чтобы больше вопросов у них не возникало. Вот на картинке представлено два проекта, то есть оборудование для добровольных лесных пожарных. Предельно понятно, зачем запущен этот проект. Ну и сумма тоже вполне вменяемая. 260 тысяч рублей было заявлено авторами проектов в рамках сбора и собрали 277 600. Так, даже на вскидку человек, который не знает, сколько может стоить оборудование для лесных пожарных, так в голове примерно понимает, что ну вот, наверное, как раз 260 тысяч и нужно для того, чтобы закупить некоторое оборудование. То есть, если бы был поставлен миллион, конечно, уже бы могли возникнуть вопросы. Как вот во втором случае, непонятно, почему этот выход реальным, кто вошел в эту алкогольную зависимость и так далее. И почему цифра 3 миллиона 700 тысяч фигурирует. Ну, больше вопросов, чем ответов. Минимум доверия к такому проекту. Ну и это отражается, как вы видите, и на сумме сборов. Всего 1100 рублей было собрано в рамках этого проекта. Всего 2 человека решились поддержать такой проект с таким названием и с такой финансовой целью. Поэтому суммируем. Будьте аккуратны, будьте адекватны и формируйте название, цель сбора и сумму сбора. Сумма вменяема для того, чтобы человек четко понимал, на что вы планируете собирать средства. И что сумма с вашей целью коррелирует, что она соотносима. И все это должно быть понятно и видно из шапки проекта. То есть, вот вы видите название проекта, вы видите сумму к сбору. И у вас уже некоторая поверхностная картина должна сложиться о проекте. Переходим дальше. Из чего должна складываться минимальная финансовая цель? Какие моменты нужно обязательно учитывать? Сейчас попрошу дополнительного внимания, сосредоточенности, потому что будем говорить о цифрах. Поэтому будьте готовы записывать, помечать себе моменты и запоминать. Итак, из чего должна складываться минимальная финансовая цель? В первую очередь из необходимых средств для реализации проекта. Если нужно 150 тысяч рублей для ремонта социального центра или для любого другого проекта, то есть, нужна определенная сумма, ее нужно закладывать в финансовую цель целиком и полностью. Нужно 150 тысяч рублей, 150 тысяч рублей и закладывается. Не забываем о комиссии планеты и платежных агрегаторов. То есть, это та комиссия, которую берем мы как платформа и платежные агрегаторы, как системы, позволяющие переводить средства с различных финансовых источников. Интернет-кошельки, баговские карты, счета мобильных телефонов и так далее. Обращаем внимание сейчас, смотрим на размеры комиссий. Если ваш проект за заявленные сроки собрал от 100% и выше, то в этом случае комиссия планеты и платежных агрегаторов будет равна 10%. И эти 10% нужно закладывать в финансовую цель дополнительно. То есть, если вам нужно 150 тысяч рублей, нужно еще 15 тысяч рублей сверху закладывать, для того, чтобы по итогу получить 150 именно чистыми. Продолжаем разговор о лояльности платформы Планета.ру. Мы считаем проект успешным и переводим средства авторам проекта, даже если он не собрал 100%, а если он собрал от 50% и выше. То есть, 65, 75, 55 и так далее. Но при одном очень важном условии. Если получая эти средства, автор гарантирует реализацию своего проекта и гарантирует реализовать все те бонусы и вознаграждения перед людьми, которые его проект поддержали. Почему мы выбираем такую схему? Потому что мы понимаем, что, ну, нужно сказать, что большинство площадок работает по схеме все или ничего. Либо 100%, либо 0%. Если автор проекта не собрал за заявленный срок все 100%, а собрал 98, 85 и так далее, то этот проект считается неуспешным. И все средства возвращаются людям, которые проект поддержали, возвращаются акционерам. Но мы понимаем, что 25, 15, 34% найти дополнительно куда проще, чем начинать все с ноля. И собирать все 100% необходимых финансовых средств для реализации. Поэтому мы приняли решение и считаем проекты успешными. при сборе от 50 и выше. Но, повторюсь, при обязательном условии, что автор проекта реализует свою идею и выполняет все обязательства перед акционерами. В этом случае комиссия будет равна 15%. Она чуть больше. Это обосновано тем, что мы, так сказать, страхуем свою лояльность в этом случае. И плюсом дополнительно мотивируем авторов проектов к достижению 100% отметки. Ну, если проект не собирает и половины от заявленной суммы, в этом случае мы проект уже считаем неуспешным. И все финансовые средства возвращаются в полном объеме людям, которые поддерживали данный проект. Итак, повторяем каждый из пунктов. Из чего должна состоять финансовая цель? Она должна состоять из средств, необходимых для реализации в полном объеме. Необходимо сверху заложить комиссию планеты и платежных агрегаторов 10 или 15%. В зависимости от того, насколько вы хотите застраховать полученные финансовые средства для реализации своего проекта. Ну и налоги. От них никуда не деться. О них тоже не нужно забывать. Здесь есть несколько вариантов и все зависит от того, как будут подписаны документы между нами, как краудфандинговой платформой и автором проектов. Существует несколько вариантов. Физическое лицо или юридическое лицо. Если автор проекта заключает с нами договор как физическое лицо, то при получении средств будет вычтен налог на доход физических лиц. Да, на данный момент все краудфандинговые средства перечисляются, переводятся и считаются как доход. Ничего с этим не попишешь. Дополнительной статьи о краудфандинге на данный момент в российском законодательстве нет. Хорошо это или плохо, сложно сейчас сказать. Но таковы условия игры на данный момент. При заключении с нами договора как физическое лицо будет изъят НДФЛ. Если вы заключаетесь как юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или ООО, в этом случае будет все зависеть от той системы налогообложения, которая у вас присутствует. Упрощенка, не упрощенка, 6-8%. В общем, проценты налогов также необходимо закладывать в минимальную финансовую цель. Ну и четвертый момент. Это затраты на акции, на те самые вознаграждения, которые будут доставаться людям, которые будут поддерживать ваш проект. Многие из них придется дополнительно производить, возможно печатать, так или иначе изготавливать, где-то хранить и отправлять по почте. Потому что не все люди, которые поддержат ваш проект, будут жить по соседству, в одном городе и так далее. Некоторую часть акций и вознаграждений придется рассылать. За чей счет? Как спозиционируете свой проект? Можете за свой, можете за счет получателей и так далее. Это уже детали, которые при запуске и оформлении проектов вы сможете обговорить с нашим модератором. Ну и собственно перейдем теперь к самим акциям, вознаграждениям, бонусам, лотам, как угодно их называйте. Суть у них одна. Это то, что будут получать люди, поддерживая ваш проект. Мы условно разбиваем все возможные акции на три категории. Это безвозмездные, нематериальные акции с вознаграждением и материальные акции. Будем разбираться с каждым из них по очереди. Итак, безвозмездные акции. Что это такое? Исходя из названия, понятно, что ничего за собой они по сути не несут. То есть это минимальные акции, ну то есть акции с минимальной стоимостью 100, 200, 300 рублей, которые не предполагают какого-то весомого, значимого и ощутимого бонуса или вознаграждения. Что это за акции, что это за вознаграждения могут быть? Это, естественно, спасибо. Очень распространенная акция за 100, 200, 300 рублей. То есть спасибо, большое спасибо, огромное спасибо и так далее. Условный плюс к карме, пресловутый кибернетический поклон, в общем, как угодно это можно называть, это спасибо. Спасибо в социальных сетях, спасибо на личной странице, спасибо в личном сообщении, спасибо по имейлу или спасибо на вашем сайте и так далее. Благодарность за перечисление минимальной суммы в ваш проект. Довольно популярная акция, как я говорил, что люди довольно комфортно и легко расстаются с небольшими финансовыми средствами. Уповать на такую акцию, естественно, сильно не стоит, но и забывать о ней тоже не нужно. Люди заходят на страницу, смотрят ваш проект, отчасти проникаются и поддерживают на минимальную сумму. И чувствуют ощущение выполненного долга, получают спасибо. Но нужно сказать, что не всем интересно и понятно это спасибо, что с ним делать. В карман его не положишь, на полочку не поставишь, на стену не повесишь и так далее. То есть ни тепло, ни холодно, от таких благодарностей на территории интернета человеку не становится. И многие такие акции не воспринимают. Для таких существует второй вариант вознаграждений. Нематериальные акции, но уже с вознаграждением. То есть это опять-таки те акции, которые не требуют от автора проекта какого-то физического, материального производства этих вознаграждений, хранения, отправки, рассылки и так далее. Этого ничего от автора не требуется. Но человек, приобретающий такие акции, такие вознаграждения, может ощутить на себе благо от приобретенной в рамках проекта данной акции. Нематериальной, но с вознаграждением, с бонусом. Что это может быть? Публичные открытия. Присутствие на публичных мероприятиях. То есть перерезание красной ленточки, торжественное открытие того или иного помещения, магазина, социального центра и так далее. Все это уже ощутимо. То есть человек становится лицом открывающим то или иное пространство или то или иное мероприятие и так далее. Либо просто присутствует на открытии, становится участником чего-то большого, важного. Становится почетным гостем и так далее. Экскурсии, мастер-классы, творческие встречи и так далее. То, где те встречи, в формате которых люди из вашей команды или вы как автор проекта, может поделиться интересными знаниями, историями, рассказать подробно о проекте и так далее. В общем, такие акции будут требовать от вас, человека ресурсов, опять-таки, время, место и свои усилия для того, чтобы эту встречу, собственно, провести. Дополнительных материальных вложений и такие акции и вознаграждения не требуют. Требуют только времени и сил. Но человек уже может ощутить на себе результат приобретения такой акции, приобретения такого вознаграждения. Доски почета, всевозможные, размещенные внутри помещений, около помещений, внутри печатной продукции, внутри видеопродукции, в буклетах и так далее. Размещение имени, фамилии, фотографии, а возможно, даже и логотип компании и тому подобное. Все это может иметь место быть. Все это пользуется спросом, опять-таки, не требуя дополнительных каких-то материальных вложений в реализацию той или иной акции. Именно не материальные, но с вознаграждением. Ну и переходим к третьему возможному варианту акций. Это как раз материальные акции. Те, что придется производить, хранить, рассылать, раздавать и так далее. Они могут быть хрупкими, они могут быть громоздкими, тяжелыми и так далее. Самый сложный в рамках именно производства и выдачи вариант из акций, но наиболее востребованный, наиболее любимый, потому что его можно пощупать, потрогать, поставить на память и так далее и тому подобное. Самый первый очевидный вариант. Создаем книгу, предлагаем книгу. Создаем тот или иной материальный продукт. Он обязательно должен присутствовать в рамках вознаграждения проекта. Книга, DVD, буклет, если это предметы интерьера, дизайна или чего-то еще, это обязательно должно присутствовать в рамках вашего проекта. Футболки, кружки, блокнотики, календари, магниты и так далее. Практически первое, что приходит людям в голову, когда они задумываются об акциях и вознаграждениях. С одной стороны, да, весь этот условно называемый мерчендайз очень быстро всплывает в головах у людей, которые планируют запускать свой проект. Но тут нужно поберечь себя, свои силы и финансы и хорошенечко подумать над тем, а будут ли действительно востребованы футболки, кружки, календари и так далее с вашим логотипом, с вашим рисунком, с вашим брендом и так далее. Насколько вы популярны, известны и насколько симпатичен ваш логотип, и насколько людям будет хотеться заполучить такую футболку, чтобы не только в них дома спать, а чтобы было интересно и приятно носить. Поэтому хорошенько подумайте, насколько ваш логотип и ваш дизайн футболок, кружек будет востребован и интересен для аудитории, прежде чем заниматься печатью этого всего. Потому что возможно получится так, что интереса футболки и кружки не вызовут аудитории, и несколько коробок с уже напечатанной продукцией будут храниться у вас долгое время, непонятно зачем. Поэтому будьте аккуратны, когда планируйте производство всей этой сувенирной продукции. Переходим к пятому, самому сложному, кропотливому, трудоемкому элементу краудпроекта. Это как раз продвижение, то чем вам придется заниматься, повторюсь еще раз, до запуска проекта, во время его существования и даже после его успешного окончания. В любом случае придется заниматься продвижением проекта. Как я уже сказал, до старта проекта начинайте работу со своей аудиторией именно в аспекте, в рамках краудфандинга. Рассказывайте о своей идее. Если почему-то о ней еще никто не слышал, заводите речь со своей аудиторией о своем проекте, о планах по его развитию и реализации. Начинайте упоминать краудфандинг до того, как проект у вас будет запущен. Многие люди, возможно, не слышали до сих пор о таком формате взаимодействия аудитории и автора проекта. Проведите всю подготовительную работу до старта проекта, чтобы не тратить драгоценные дни, драгоценное время действия проекта на дополнительные разъяснения, объяснения, почему вы выбрали такой формат, почему людям нужно к нему подключаться и поддерживать ваш проект и так далее. Проведите всю эту подготовительную работу заранее, для того, чтобы к моменту старта проекта люди понимали, что сейчас произошло, что такое краудфандинг и почему они должны подключаться к этому проекту и поддерживать его финансово. Так называемый теплый старт максимально эффективен при особенно первом запуске проекта. Как и всегда, готовим сани летом. Планируем каждый шаг по продвижению своего проекта заранее. Если у вас до сих пор нет сообщества в социальных сетях, на территории интернета, в общем, нет места на территории интернета, где вы аккумулируете всю аудиторию, которой интересен ваш проект, позаботьтесь об этом до старта проекта. Создайте это сообщество, привлекайте туда людей и рассказывайте о нем. В общем, собирайте плотное сообщество вокруг своей идеи, вокруг своего проекта, если этого не было сделано до сих пор. Готовим также заранее и медиаплан. Медиаплан – это та таблица, сводная таблица, которая позволит четко разграничить и регламентировать действия каждого из участников проекта с четким таймингом, графиком, чтобы у всех было понимание, кто, когда, какие действия совершает. Кто, когда записывает видеообращение, когда запускается проект, когда подписываются документы, когда размещаются в интернете и социальных сетях те или иные посты, когда кто обращается к журналистам, блогерам и так далее и тому подобное. Это позволит, опять-таки, эффективно вести работу над подготовкой и продвижением проекта, и никто не запутается, не потеряется в датах, числах, полномочиях и так далее. Также заблаговременно готовим и все тексты, не только текстовое описание, тексты, сценарии, видеообращения к проекту, но и готовим все тексты личных сообщений, пресс-релизов, обращений к журналистам и так далее и тому подобное, чтобы по необходимости у вас эти тексты уже были под рукой и вы не тратили, опять-таки, драгоценное время существования проекта на то, чтобы эти сообщения придумать, написать, подготовить и так далее. Ну и создаем медиакит. Медиакит – это набор всех дополнительных мультимедийных материалов, которые позволят максимально подробно проиллюстрировать ваш проект. То есть все фото, видеоматериалы, справки об организации и так далее и тому подобное. В общем, все дополнительные материалы, которые могут еще более детально рассказать о вас и о вашем проекте, нужно обязательно подготовить. Это в первую очередь необходимо для работы с журналистами, с прессой, с блогерами, с телевидением, но, опять-таки, для социальных сетей это тоже может быть полезно. То есть в медиакит также нужно дополнительно включить имиджевые картинки для социальных сетей. Когда тематические и дружественные сообщества будут соглашаться на репост или размещение информации о вашем проекте, вы им сразу будете присылать не только текст поста, заранее подготовленный, но и картинку, которую вы будете хранить как раз в медиаките. Переходим дальше. По поводу аудитории. С кем в первую очередь, особенно в рамках первого проекта, вам придется работать? Исходя из представленной ниже картинки, точнее, не ниже, а сбоку. Исходя из этой картинки, становится понятно, что особенно в рамках первого проекта, в первую очередь, основными, кто будет поддерживать, кто будет вовлечен в ваш проект, это будут ваши родственники, самые близкие друзья и часть подписчиков вашего сообщества или ваших сообществ, либо тематических сообществ. До них, я имею в виду до родственников, друзей и части подписчиков сообществ, проще и легче всего достучаться, донести вашу идею и больше гарантии того, что они не впервые о ней слышат, что они знают, что вы делаете, почему вы это делаете и какие результаты вы хотите достичь. Поэтому в рамках первого проекта вот такие акценты нужно расставлять. Благодаря успешной работе в рамках первого проекта постепенно аудитория будет перемещаться из более дальних областей все ближе и ближе к вам. То есть с каждым успешно реализованным проектом вы будете обрастать все более плотным и отзывчивым сообществом людей, которые заинтересованы в развитии и реализации ваших проектов. Разобьем всю аудиторию на три группы. Там у нас было четыре, здесь будет три. Три канала, по которым вам предстоит заниматься продвижением вашего проекта. Друзья, родственники, плюс волонтеры напрямую заинтересованы в вашем проекте. Как работать с ними? Это социальные сети. Проект находится на территории интернета и в интернете же вам и придется работать большую часть времени. Личные сообщения, публичные посты на вашей странице, на личной, если она имеет востребованность и пользуется популярностью, как именно проектор информации о вашем проекте. Дополнительные посты внутри вашего сообщества, посвященного тому, чем вы занимаетесь, вашим проектом. E-mail рассылка, потому что не все находятся в социальных сетях, кому-то удобнее читать электронную почту и так далее. С особо близкими, родными, друзьями мы можем созвониться по телефону. До этого отправить им личное сообщение и следом позвонить, сказать «Привет, дружок, как я и говорил, сегодня мы запустили свой проект. У тебя в социальных сетях есть личные сообщения с дублирующей информацией и ссылкой на наш проект. Заходи, поддерживай. Ну, в общем, ты и так все знаешь, надеюсь на твою поддержку. Ну, и для совсем-совсем близких можно организовывать небольшие мероприятия, где вы лично каждому сможете рассказать о своем проекте, донести всю необходимую информацию, ответить на все вопросы и, собственно, побудить к поддержке вашего проекта. Следующая категория людей, с которыми вам предстоит работать, это лояльная, но неуверенная аудитория. То есть, это те люди, которые заходят на страницу вашего проекта, ставят лайк, тоже делают репост постов о вашем проекте, но почему-то не доходят до самой главной, ключевой точки, они не поддерживают проект. То есть, они лояльно относятся с интересом к вашему проекту, но почему-то его не поддерживают. Какие инструменты могут побудить таких людей к поддержке проекта? Это «Новости проекта». У нас на планете есть дополнительная вкладка на странице проекта под названием «Новости проекта». Это, так скажем, внутренний блок, живой журнал вашего крауд-проекта, где вы можете публиковать всю необходимую информацию о том, как проект сейчас развивается, на каком он этапе, что происходит, опять-таки, за кадром, какие этапы развития он проходит и так далее, и тому подобное. Это все, опять-таки, увеличит прозрачность вашего проекта, покажет людям, что проект не просто так висит на странице планеты, а люди над ним работают. Люди переживают за его успешность и доносят всю необходимую информацию до людей, которые заходят на страницу этого проекта. Вот так выглядит новость проекта. Это все тот же проект оборудования для добровольных лесных пожарных. Как видите, у него есть заголовок, дополнительный текст, фото, видеоматериалы. В общем, оформляется, как и любой другой стандартный пост в интернете. Какие могут быть информационные поводы для публикации новости в проекте? Это подготовка к запуску и первые результаты. Ура! Нас поддержала первая десятка человек. Ура! За сегодня мы собрали 10, 25, 50%. Большое спасибо всем людям, которые сегодня к нам подключились. В первые дни нам это очень важно. Большое вам спасибо и, к примеру, список имен. Увидев такой пост, человек понимает, что действительно люди следят, ну, авторы проекта следят за ходом действий, переживают и тут же находят время для того, чтобы откликнуться на поддержку людей, которые подключились к проекту. Изменения в команде. Появились новые участники или, наоборот, кого-то не хватает и нужна дополнительная помощь от людей в поисках тех или иных членов команды проекта. Обо всем об этом можно, опять-таки, написать в рамках новостей проекта. Появились новые акции, бонусы, вознаграждения. Друзья, вы просили футболки, мы о них не думали, считали, что это не будет пользоваться спросом, но вы говорите, что вы хотите заполучить футболки с принтом нашего логотипа. Поэтому через два дня в рамках проекта появится целых 50 футболок. Ожидайте, налетайте, разбирайте. Изменились детали в работе над реализацией идеи. Друзья, нас поддержала строительная компания или нас поддержали те или иные лица, став нашими партнерами. Теперь нам нужно средств несколько меньше для реализации. Это очень хорошо. Благодаря краудфандинговой компании мы нашли дополнительных партнеров и так далее. Либо наоборот, друзья, так уж получилось, сложилось, что вышел просчет и те материалы, необходимые для реализации проекта, которые мы планируем закупить по одной стоимости, сейчас выходят куда дороже. И, к сожалению, вместо 300 тысяч рублей нам нужно собирать 350. Надеюсь, вы все понимаете, почему так. И рассчитываем на вашу поддержку и так далее. Ну и если планируются какие-либо мероприятия в поддержку проекта, также стоит их анонсировать в новостях проекта. В общем, чем живее будет страница вашего проекта, чем чаще будут появляться интересные и стоящие новости, тем больше у людей будет уверенности, что проект действительно авторам важен, нужен. Они заинтересованы в его жизни, в его развитии. Ну и тем более охотно они будут поддерживаться, подключаться к поддержке этого проекта. Ну и СМИ и лидеры мнений. С ними, конечно, работать чуть сложнее. СМИ это больше имиджевая история, нежели чем конвертируемая в финансовую поддержку, потому что далеко не все СМИ размещают ссылку на ваш проект. Не все готовы делиться такой информацией. Я говорю о СМИ, тем более о печатных. Даже интернет-СМИ не всегда ставят гиперссылку на проект. Но, тем не менее, публикация в том или ином СМИ это дополнительный инфоповод, о котором стоит писать и в новостях проекта, и в социальных сетях. Писать о том, что вот, о нас пишут, дело хорошее действительно, и поддерживайте нас не только информационно, но и финансово. С лидерами мнений, конечно, попроще. Они зачастую готовы размещать ссылки. Но, тем не менее, эта история больше имиджевая. Ну и самое важное, о чем нужно сказать, и вообще с чего нужно начинать, прежде чем браться за краудфандинг, это нулевой этап. Самый главный, с которого, повторюсь, нужно начинать. И он находится вот здесь, у нас в головах. Это позиционирование. Вот такого не должно быть в рамках краудфандинговой кампании. Никакой протянутой руки, никакой шапки по кругу, никакой с миру по нитке, ничего такого. Потому что краудфандинг – это не пожертвование, это не попрошайничество. Объясню еще раз, почему. Потому что здесь есть очень четкий момент взаимовыгодного сотрудничества. Человека, который собирает средства на реализацию своего проекта и человека, который поддерживает проект. Потому что в любом случае, за любую поддержку, человек получит тот или иной бонус, то или иное вознаграждение. Каждый остается при том наборе благ, который, собственно, он пожелал. Поэтому здесь нет никакого места для подаяний, попрошайничества и всего этого остального. Краудфандинг не равно пожертвованию. Краудфандинг – это желание реализовать свою идею вместе с теми людьми, которым она также важна и интересна. Поэтому нужно своей идеей народ зажигать. Транслировать мысль о том, что это действительно важно, интересно, здорово, полезно и эффективно. И будет отлично, если каждый, кто заглянет на страницу проекта, станет частью этого проекта, поддержав его финансы. Какие мотивы поддержки могут быть? Соучастие, сопричастность. Действительно, несмотря на то, что я нахожусь очень далеко от команды проекта, но идея мне очень нравится. И сейчас, сидя за много тысяч километров за компьютером, я, буквально нажав пару кнопок и перечислив средства в этот проект, я становлюсь его частью. Я делаю с этими ребятами одно большое, важное, интересное дело. И это прекрасно. Желание реализовать идею или достичь цели. То есть я сам об этом очень часто думал. Я правда считал, что это действительно очень важная, интересная идея, но у меня не хватало ни сил, ни времени, ни желания сделать это. То есть у меня не хватало просто ресурсов. А вот нашлись люди, которые действительно готовы это сделать. И я хочу, чтобы это у них получилось, потому что я заинтересован именно в финальном продукте. Естественно, я поддержу этот проект. Меркантильные интересы. Также имеют место быть, не возбраняются в рамках краудфандинговых проектов. Хочу именно эту футболку, хочу именно эту кружку, чашку, хочу эту экскурсию. Не важно, на что люди собирают средства, какой проект они в итоге хотят реализовать. Хочу экскурсию. И поддерживаю проект только потому, что есть вот такая возможность приобрести данную экскурсию в рамках этого проекта. Прекрасно. Человек получает то, что хочет, а авторы проекта получают дополнительное финансирование в рамках своего проекта. Симпатия к автору. Возможно, я вижу этих ребят впервые, но они записали прекрасное видеообращение. То, что они говорят, действительно важно и интересно. И говорят правильно, и по существу. Конечно, поддержу их. Видно, что ребята действительно заряжены на действия. Очень хотят реализовать свой проект. Выглядят большими молодцами. Поддержу. Либо этих ребят я уже знаю очень давно. Я видел, что они делают. Я знаю, что за какое дело они не возьмутся. Они сделают его отлично. У них есть уже определенный статус. У них есть уважение. Поэтому я, естественно, их поддержу. У них у меня нет никаких сомнений. Идеально, если все эти пять мотивов для поддержки будут в той или иной мере представлены в рамках вашего крауд-проекта. Поэтому дерзайте. Будьте действительно молодцами. Излучайте уверенность. Транслируйте грамотно и положительно свои идеи. Повторюсь, никаких пожертвований. Шапок по кругу и всего остального. А это не краудфандинг. Краудфандинг – это взаимовыгодное сотрудничество и финансирование проектов. Ну и давайте теперь посмотрим ряд проектов, которые были успешны у нас на платформе. Сразу оговорюсь, этот вебинар подготовительный в первую очередь для Урала и Сибири. И поэтому сейчас будут продемонстрированы проекты именно из этих регионов. Общественный фестиваль после пилорамы. Пермский фестиваль, который в один момент стоял на грани прекращения своего существования. Но благодаря краудфандингу продолжился. Участники этого фестиваля запустили краудпроект. Им необходимо было ровно 100 тысяч для того, чтобы организовать очередной фестиваль. Собрали даже чуть больше. 104-400. Тюменская интернет-газета «Нефть». Из небольшого, совсем-совсем маленького новостного издания газета разрослась в весомый. И востребованный городской интернет-новостной ресурс. И ребята поняли, что для дальнейшего развития им необходимо дополнительное финансирование. Как видите, ребята не собрали всю заявленную сумму, все 250 тысяч рублей. Но перешагнули за половину. И этих средств им все-таки хватило для того, чтобы провести апгрейд своего сайта, своего новостного ресурса. Выйти на новый уровень предоставления новостной информации для жителей города Тюмень. Сохранение Белой башни в Екатеринбурге. Также большой, интересный, значимый проект. Сохранение памятника архитектуры. Также был успешно завершен. С небольшим пересбором. Но у ребят все получилось. Это правда очень хорошо. Очередной проект из Урала. Проект сайта «Ураловед». Сайт посвящен именно туристическим заповедным уголкам Урала, Уральским горам. Пять лет существует сайт. Это, кстати, второй проект сайта «Ураловед». Ну и, как видите, второй проект стал практически вдвое успешнее, чем изначально планировалось. 181 тысяча была собрана из 100 заявленных. Документальный фильм Евгения Григорьева «Пророк». Фильм, конечно, не совсем социальный, не совсем общественный. Но, тем не менее, фильм документальный о молодых музыкантах. С участием именитых звезд уральского рока. Крупа Чаев, Смысловой галлюцинации, Ца Цара и так далее. Тоже проект весьма успешный. Собрал 625 тысяч из 550 заявленных. Все у ребят действительно получилось очень хорошо. Авторская карта «Новосибирска». Новосибирск – красивый сибирский город с большим количеством достопримечательностей. И вот была представлена интересная как для самих жителей Новосибирска, так и для туристов, для людей, которые приезжают в этот город. Авторская карта с интересными и приятными иллюстрациями и с удобной навигацией. Проект, как видите, опять-таки не собрал всю заявленную сумму, но перешагнул за 50-процентную отметку и был реализован. Экспедиция «Чуйский тракт», «Линия жизни», также туристический проект из Сибири, был успешно реализован опять-таки с небольшим пересбором. Но, как видите, нашел свою аудиторию и был успешно реализован. Итак, это все на данный момент успешные проекты, которые я хотел показать. Напомню, что этот вебинар был подготовительной частью нашего большого образовательного тура под названием «Первая всероссийская школа краудфандинга». Напомню, что 31 марта и 1 апреля в городе Екатеринбурге будут проводиться дневный практический интенсив с 10 участниками, которых мы отберем для участия в «Первой всероссийской школе краудфандинга» на Урале. Будет проходить занятие в Ельцин-центре. Заявки на участие вы можете отправлять, спустившись чуть ниже по странице трансляции, либо на непосредственно странице школы краудфандинга schoolplanet.ru. Ищите в разделе «Календарь мероприятий». Мероприятие под названием «Первая всероссийская школа краудфандинга Урал». Итак, отправляйте нам свои заявки с вашими контактными данными, с идеей своего проекта и суммой для сбора. Мы отберем 10 лучших, и эти 10 лучших проектов пройдут офлайновое очное обучение в Екатеринбурге, в Ельцин-центре 31 марта и 1 апреля. То же самое все действует и для Новосибирска. 14 и 15 апреля, город Новосибирск, в каворкинге «Пчела», если я не ошибаюсь, пройдут аналогичные занятия. Также ищите страницу мероприятия «Первая всероссийская школа краудфандинга Сибирь», оставляйте свои заявки, и также десятка лучших проектов примет участие в очном обучении краудфандингу. Будет два больших интересных дня, в рамках которых мы планируем поделиться всем нашим опытом, который мы накопили за 4 года существования платформы. А теперь я отвечу на вопросы, которые вы задавали мне в процессе моего вебинара. Итак, первый вопрос. Лучше делать видеообращение от первого лица с представлением членов команды или подробнее рассказать о проекте, например, о мероприятии с обзором предыдущих. Как я уже говорил, нужно учитывать все эти моменты. Не обязательно делать от первого лица, можно от первого. Тут как вам комфортнее. Самое главное донести все те моменты, о которых я говорил. Нужно представиться, рассказать о себе, рассказать о тех проектах, которые уже были реализованы, по которым вас могут знать. Также необходимо углубиться в первую очередь на тот проект, который вы сейчас запускаете. Какова его цель, каковы его тонкости в реализации, и какие проблемы и задачи он будет решать по факту свершения, и что необходимо, что и сколько средств необходимо для его реализации, и почему людям нужно его поддерживать. Следующий вопрос задает его Анжела Гусева. В каком случае подключается команда планеты в помощь автору? То, что подключается, я знаю, но в каких случаях? Начнем с самого начала. Как только вы создаете черновик проекта, еще не запущенный, после того, как вы его создали, вы его отправляете на модерацию нашим модераторам непосредственно. И с этого момента планета, собственно, и подключается к вам. Модератор проекта помогает вам довести проект до более идеального или около идеального состояния. Не в приказном порядке, естественно, в добровольном, но у наших модераторов огромный опыт в создании и оформлении проектов, поэтому они выдают ряд рекомендаций по усовершенствованию внешнего вида, по оформлению проекта, по количеству наполнения и ценообразованию акций, по сумме сбора, по срокам и так далее. Это большое количество рекомендаций, которым вы вправе следовать или нет, но зачастую люди соглашаются со всеми предложенными правками перед запуском проекта. Если говорить о поддержке в рамках продвижения, то скажу следующее, что планета активно подключается к помощи в продвижении проектов, то есть включение в новостную рассылку, публикация в социальных сетях и так далее и тому подобное, то есть мы подключаем свои информационные ресурсы, рассылка пресс-релизов по печатным изданиям, СМИ и так далее. Мы подключаемся после того, как видим, что авторы проектов сами ведут активную работу над продвижением своих проектов и у них есть результат. Если первую неделю существования проектов проект собирает 25% от заявленной суммы и больше, чем больше, тем лучше, естественно, то мы видим, что действительно у проекта большой потенциал, команда проекта работает активно и плодотворно, и естественно, в этом случае планета также подключается, поощряет такую активную и плодотворную работу дополнительной информационной поддержкой со своей стороны. Павел Селезнев спрашивает, а все-таки какой процент НДФЛ взимается с физических лиц? В полном объеме НДФЛ вычитается из переводимых средств, то есть ровно 13%, ни больше, ни меньше. Следующий вопрос. Е. Кудрявцева спрашивает, на краудфандинговых платформах Германии налог не берется, потому что это приравнено к грантам. Новый РФ берут налоги из грантов, что уже есть нонсенс. Повторюсь еще раз, на данный момент в Новом кодексе Российской Федерации нет статьи по краудфандингу. Хорошо это или плохо, не берусь сейчас сказать. Всякое может быть. Возможно, этот налог на краудфандинг станет куда больше даже, чем НДФЛ, чего, конечно же, не хотелось бы. Но, тем не менее, работаем в том формате, который присутствует сейчас. Да, к сожалению, средства переводятся как доход на данный момент, но таковы условия на данный момент работы. Да, на многих западных площадках условия несколько другие, существует уже и законодательная база, но на данный момент у нас ее нет. Работаем с тем, с чем есть возможность работать. Следующий вопрос. В.Вайзенберг задает. Скажите, вы расскажете про ограничения для проектов? То есть, какие проекты вы у себя не станете размещать? Мы не размещаем проекты, которые не соответствуют букве закона, скажем так. Экстремистские проекты, носящие религиозный характер, которые могут затронуть чьи-либо чувства. В общем, все то, что нельзя по букве закона, нельзя, собственно, и у нас на платформе. Табачная, алкогольная продукция и так далее, и тому подобное. Экстремистские, преступные, разжигающие, как я уже говорил, религиозные, расовые, межличностные элементы и так далее. Это все у нас тоже, соответственно, запрещено. Следующий вопрос. Павел Селезнев. Слушаю я все схемы продвижения проекта и не могу понять, если все так сложно, то зачем нужна планета? По такой же схеме возможно собирать средства у себя на сайте. Павел Селезнев. У себя собирать средства на сайте вы, конечно же, можете при помощи размещения интернет-копилки или размещения реквизитов вашей карты сберегательного счета или чего-то еще. Ну, в общем, любая интернет-копилка либо реквизиты счета вы можете там, конечно, это все разместить, но во-первых, это уже будет не краудфандинг, а донейшн. Во-вторых, люди вряд ли что-то будут получать взамен от такого донейшна. ну и на самом деле даже если вы им будете что-то обещать, то вам куда сложнее будет находить потом этих людей, отыскивать их имейлы, не имейлы, почтовые адреса, имена, фамилии и так далее. То есть краудфандинговая платформа существует в первую очередь для того, чтобы у вас была четко обозначена цель, на что вы собираете, четко обозначена сумма, необходимая для реализации, которая тут же будет отображаться для всех, кто заходит на эту страницу. То есть если вы повесите у себя на сайте просто интернет-копилку, мало кто сможет проверить и увидеть, сколько средств у вас уже собрано, сколько осталось и так далее. На краудфандинговой платформе все это видно. Видны возможные вознаграждения, возможные перечни вознаграждений, которые человек может получить за ту или иную сумму, а также мне подносят вопросы, хотя зря у меня это все есть на экране, спасибо большое. Вот, так я говорю еще раз, что все эти вещи будут видны на странице краудфандинговой платформы, а не у вас на сайте. И опять-таки краудфандинговая платформа создана так, что всю дополнительную информацию о людях, которые вы поддерживаете, вы получите по завершению проекта. Имена, фамилии, адреса, имейлы и так далее и тому подобное. То есть обратную связь с людьми, которые проявили уважение к вам и к вашей идее и поддержали ваш проект финансово, обратную связь с ними будет держать гораздо проще и эффективнее, чем просто повесить донейшн, интернет-копилку на своем сайте. Это не только голословные мои сейчас заявления, это уже проверено действительно на практике, что тот же самый проект, который год с лишним висел на донейшене, собрал в разы меньше средств, чем запустив проект на крауд-платформе. Есть четко обозначенная сумма, есть четко обозначенные сроки, есть четко обозначенные варианты вознаграждений и мотивация к действию, которая работает куда эффективнее, чем собственно просто интернет-копилка на сайте. Следующие вопросы. Почитаю все-таки с листа. Можно ли привлекать известного человека, который порекомендует участие в проекте и как это сделать? Можно и нужно. Если у вас есть в знакомых вашем кругу общение широко известный в узких кругах или просто известный человек с авторитетным мнением, то естественно просите его о поддержке вашего проекта. как ему это будет комфортнее сделать? Решите между собой, договоритесь. Вы можете снять дополнительное видеообращение, которое вы можете разместить в новостях проекта и разместить в социальных сетях. Если человек не хочет сниматься в дополнительном видеоматериале, а хочет написать пост от себя и разместить его на своих страницах или на своем сайте и так далее, пожалуйста, пусть действует таким образом, охватывает дополнительно и свою аудиторию, которая увидит и прочитает информацию о вашем проекте и прислушается к мнению авторитетной личности, а вы это потом сможете перепостить в свои сообщества, на свои страницы, сделать скриншот и разместить его в новостях проекта и так далее. То есть формат информационной поддержки вашего проекта может быть абсолютно любым. Тут опять-таки вопрос в комфортной для этой известной личности и для вас в формате. Видеообращение, видеообращение, пост, пост, твиттер, твиттер, инстаграм, инстаграм, как пожелаете, как сочтете нужным и необходимым. Вообще, конечно, лучше все и сразу. И снять видеообращение, и разместить пост с ним, и с дополнительным текстом, и ссылкой на проект, и так далее. Но тут уже как вы сможете договориться. Это был вопрос, кстати, от Один Ласточка. Следующий вопрос от «Е Мэйл Виктор. Будет ли выход на Питер, или это и есть Балтика?» В Петербурге 1-й всероссийской школы краудфандинга пока не планируется. Балтика это Калининград. И это 2-е и 3-е июня будет проходить очные дни обучения в школе краудфандинга 1-й всероссийской будет проходить в Калининграде. Если приедут на занятия петербуржцы, будем очень рады вас видеть там. Следующий вопрос от «Е Кудрявцева». «Кто был автором самого успешного собравшего более всего средств проекта?» Ну, это Борис Борисович Гребенщиков, собравший более 7 миллионов рублей на реализацию своего проекта, а именно на запись новых песен. тут безоговорочная победа авторитетного имени и большого количества преданных поклонников по всему миру. Следующий вопрос от Леонида Галафеева. «Зачем нужна планета с комиссией 20+, если можно и самому сайт запустить с таким же маркетингом, только как доп. трафик?» Ну, я уже отвечал на этот вопрос. Комиссии у планеты, во-первых, не 20+, я уже сказал, что либо 10, либо 15, во-вторых, если у вас хватит сил, средств, как финансовых, так и ресурсных, создать абсолютно идентичный аналог, который будет работать точно так же с полным набором сервисов краудфандинга, которым располагает сейчас наша площадка, то welcome, пожалуйста. Если у вас это получится, то будет хорошо. Но зачем изобретать новый дополнительный велосипед, когда уже все готово? о минусах донейшена и прикручивания интернет-кошельков и реквизитов счета я уже выше рассказал, почему это не так эффективно, чем краудфандинг. Очередной вопрос от Е. Кудрявцева. Как выбираются проекты «Планета рекомендует»? Так же уже говорил, это проекты, попадающие в дополнительную ротацию за свои успехи, за успешные сборы в короткие сроки, за активную самостоятельную работу над продвижением проекта и так же за интересные оригинальные цели. Это мы тоже учитываем. Оригинальность, оформление проекта, качество его продвижения и качество сборов. Вот те моменты, которые мы учитываем при отборе проектов, которым мы уделяем дополнительное внимание. Анжела Гусева спрашивает «Более того, где-то читала в интервью, что планете больше верят в смысле исполнения бонусов акций». Честно признаемся, мы за этим следим. Наша служба саппорта бдит всех недовольных, кто не получил вознаграждение по тому или иному проекту, кто получил да не то или кто вообще ничего не получил. За этим всем мы следим, к нам обращаются с такими вопросами и мы отвечаем за связь с авторами, мы имеем в них рычаги воздействия, напоминаем им о том, что ряд бонусов не реализован, что он должен выполнить все обязательства перед акционерами и скажем так воздействуем мягко, нежно, но воздействуем на авторов, чтобы все обещанные бонусы, вознаграждения были реализованы перед людьми, которые проекты поддерживали, потому что это и наша зона ответственности тоже. Мы все-таки как площадка несем ответственность за то, чтобы проект не только собрал и был реализован, но и чтобы все люди, которые его поддержали, получили все положенные бонусы и вознаграждения. Так, дополнительные вопросы. Так, это вроде бы все вопросы, если мне сейчас не перенесут еще дополнительную распечатку с вопросом, то это наверное все. Так, есть, вижу, вижу еще вопросы. Во-первых, большое спасибо за приглашение в Вологодскую область о дальнейших перспективах путешествования по стране первой всероссийской школы краудфандинга. Я надеюсь, вы узнаете чуть позже. Следите за анонсами на странице школы краудфандинга school.planeta.ru Вопросы. Можно ли использовать фото из интернета, так как пока нет своих? Сделайте пожалуйста свои. В интернете из интернета можно естественно использовать фотографии, но для того, чтобы было спокойнее всем, используйте указания внизу источников, откуда вы эти фотографии взяли. Но так для того, чтобы опять-таки было всем спокойнее. Возможно ли, что мой проект будет успешен, если аналог такого проекта был? если уже был подобный проект и у них все получилось, то вероятность успеха вашего проекта повышается. Только не нужно все снимать один в один, делать абсолютную кальку и повторять каждый шаг точно так же, потому что в любом случае каждый краудпроект это отдельная история, отдельный опыт со своими успехами, ошибками и так далее. Берите за основу, смотрите и подчеркивайте преимущества и те находки и плюсы, которые были реализованы в рамках этого успешного проекта, но все-таки не забывайте о своей специфике, что у вас проект не абсолютно такой же, а аналогичный, поэтому учитывайте специфику своего проекта, учитывайте специфику себя, как автора и двигателя этого проекта и специфику своей аудитории. Но отправные точки, да, можно заимствовать из уже реализованных проектов, которые отчасти дублируют ваш. Вопрос от Николая Рыкова, опять же, второй вопрос от него, восстановление, к примеру, храма. Если храм это памятник архитектуры и средства собираются именно на восстановление памятника архитектуры, да, окей, такой проект возможен. Но исключительно в этом случае нужно рассматривать этот проект как восстановление именно памятника архитектуры. Не как храм, а как памятник архитектуры. Так, есть ли у нас дополнительные вопросы? Сейчас мы посмотрим. Так, спасибо, спасибо за ответы. на это мы ответили, ответили. Будет ли выход на Питер, мы ответили. Я Кудрявцева, с аудиторией больше не совсем согласны. Чужие контакты к нам не придут. За 5 минут на планете они просто не увидят ваш проект. Все верно. То есть, Леонид Голофеев. То есть, плюсы планеты только аудитория и повышенная надежность. Но вот комиссия выше 20% это очень много. Леонид, я еще раз повторюсь, что нет у нас комиссии 20%. Комиссия планеты и платежных агрегаторов равна 10% в случае сборов от 100% и выше и 15% если собрали от 50% до 99% и 9%. В любом случае 20% не набирается. если, конечно, вместе с НДФЛ или налогами. Да, но таковы условия игры и на самом деле как показывает практика и цифры оно того стоит и возвращается с торицей не только в финансах но и в аудитории. Так. Так, так, так. Еще, еще вопросы. Извините, пожалуйста, приходится читать напрямую прямо сейчас. Есть ряд юридических вопросов они очень тонкие и на данный момент я ответить их не могу я отвечу на них в чате просто, чтобы более детально и конкретно озвучить правильные четко сформулированные ответы. Это к вопросу от Эглионт про общественную организацию инвалидов не занимающихся коммерческой деятельностью. Отвечу чуть попозже в текстовом формате здесь же в чате. Будет ли доступен вебинар для скачивания? Для скачивания он не будет доступен он будет доступен в записи. Запись будет готова скорее всего к завтрашнему дню либо сегодня чуть позже ближе к вечеру запись будет храниться и в архиве трансляций на планету.ру и на нашем канале в ютуб. Павел Селезнев отвечаю на вопрос по поводу проекта носящего религиозный характер. Да, повторюсь, такой проект к сожалению не сможет быть размещен на нашем ресурсе. Анжела Гусева по поводу продвижения проекта статусность имени или успешность сборов я уже об этом сказал, что если автор проекта абсолютно незнакомый человек действительно достигает 25% от сборов за первую неделю, естественно мы обращаем на него внимание и оказываем дополнительную поддержку. Вопрос от 5023918 А возможно сделать онлайн обучение без ограничений по городам или сделать записи и выложить их для желающих учиться? Формат онлайн обучения находится на данный момент в разработке сроков реализации его к сожалению на самом деле на данный момент назвать не могу в разделе tv.planeta.ru в архиве школы краудфандинга находится большое количество лекций вебинаров с нами и авторами успешных проектов которые рассказывают о специфике создания продвижения о личном опыте запуска и продвижения реализации своих проектов поэтому заходите смотрите архив правда большой и будет очень полезен для вас так проект наблюдения за выборами да можно разместить Вайзенбергу отвечаем есть ли минимальный объем средств необходимы для подготовки акций вопрос не понимаю его формулировку не могу понять если есть возможность сейчас быстро написать корректирующую формулировку я отвечу на него сумму понял вопрос если становится понятно что средств заявленных ранее может не хватить можно ли и увеличить сумму сбора сумму сбора уменьшать или увеличивать в процессе уже существования проекта нельзя можно озвучивать что необходимо больше размещать эту информацию в описании проекта размещать ее в новостях проекта чтобы люди увидели и услышали эту информацию Но изменять именно саму цифру в рамках проекта уже нельзя Если была поставлена изначальная сумма, она уже никак не изменяется А то может начаться свистопляска 300, 330, 270 и так далее У людей просто возникнет путаница в голове Потому что авторы порой могут быть весьма импульсивными, подвержены эмоциям И эти цифры будут туда-сюда меняться, а это не есть хорошо Все-таки краудфандинг имеет ряд правил, которые не должны изменяться, по крайней мере визуально Есть ли статистика по минимальному объему средств, которые тратят на подготовку вознаграждений, их отправку и так далее Это все зависит от проекта Учитывая то, я предоставлял вам три формата возможных вознаграждений, акций Исходя из заблаговременной, предварительной, перед запуском проекта Компоновки возможных вариантов вознаграждений Авторам проекта и должна составляться смета Что вот такое количество вознаграждений У нас будет абсолютно для нас бесплатным Они нам ничего не будут стоить Чистая прибыль в проект составит такая-то сумма Эти акции нам придется производить Заранее узнать, сколько будет стоить производство Заложить примерно среднюю сумму по доставке и так далее То есть всю эту смету опять-таки нужно просчитывать заранее Для того, чтобы к моменту запуска проекта у вас уже был максимально приближенный к действительности Расчет того, сколько вам придется заранее потратить И сколько чистых средств в проект придут по покупке тех или иных акций Более двух вопросов, один ласточки Давайте, наверное, это будет последний вопрос Если что, потом в чатике я отвечу еще дополнительно на ряд вопросов Потому что время нашего вебинара уже подходит к концу Два с половиной часа мы с вами уже общаемся Последний вопрос от один ласточка Две с половиной тысячи проектов успешных или всего И сколько среди них было успешных Более двух с половиной тысяч проектов у нас всего было запущено Из них успешно больше треть Такой ответ на этот вопрос И все, последний Как вам понравится, чтобы попасть в школу краудфандинга Что принципиально важно указать Вы должны написать нам идею своего проекта Описать, что вы хотите реализовать Какой проект И указать сумму, необходимую для реализации И исходя из этого Мы уже будем понимать перспективу, востребованность И возможность и необходимость для вас В прохождении практического курса Насколько ваша идея и сумма Соответствуют действительным реалиям Насколько эта идея перспективна и востребована Да, извините, полтора часа Насколько эта идея перспективна и востребована для реализации В рамках краудфандинга Мы как эксперты в этой области оцениваем Именно перспективность, адекватность и востребованность данной идеи В рамках использования краудфандинга Как инструмент финансирования этой идеи Вот Так, ну что ж Как я и говорил, на этом все Давайте последний вопрос Не могу остановиться Возможно ли индивидуальное консультирование С модератором для оценки потенциала проекта По моменту подачи проекта на модерацию Естественно, дополнительные вопросы вы с ним можете обсудить И эти моменты касательно как раз таки Потенциала, перспективности проекта Эти все моменты с модератором вы сможете обсудить Еще раз всем большое спасибо Надеюсь, всем было интересно и приятно Поучаствовать в этом вебинаре Если будут дополнительные вопросы Пишите их вот на эту почту, которая указана На большом слайде schoolsobacoplaneta.ru С радостью ответим на все вас интересующие вопросы Еще раз всем большое спасибо Есть еще одна почта На которую вы можете писать Точнее, это не почта А, собственно, страница нашей трансляции Извините, уже к концу немного запутался Итак, заходите на страницу школы краудфандинга Ищите информацию о грядущих событиях В вашем городе, в вашем регионе Еще раз всем спасибо И до скорой встречи До свидания